Когда глубокой осенью 1987 года в СССР появились самые первые беженцы, а именно азербайджанцы из Гафанского и Мегринского районов, тогдашней Армянской ССР, изгнаны из своих домов в результате непривычных для Советского Союза этнических чисток, в подобную новость в стране победившей дружбы народов и сложившейся новой исторической общности людей советского народа, трудно было поверить. И хотя азербайджанцев в СССР и раньше изгоняли из своих родных земель, как, например, в 1940-е годы, нынешняя депортация происходила не во исполнении каких-то принятых официальных постановлений Совмина СССР, впрочем, тоже преступных по своей сути, а так сказать, снизу, на почве пещерной этнической ненависти. Сигналом к изгнаниям коренных азербайджанцев из их исконно западных зангизорских селений стало скандальное выступление академика Абеля Аганбегяна 16 ноября 1987 года на встрече с группой французских армян в парижском отеле «Интерконтиненталь», во время которой тот сказал «Я был бы рад, если бы Нагорный Карабах вернули Армении». Как экономист, я считаю, что у них куда более тесные связи с Арменией, нежели с Азербайджаном. Я уже внес подобное предложение и надеюсь, что эти идеи будут воплощены в жизнь в духе перестройки и демократии. Но заявление о более тесных связях Карабаха с Арменией, нежели с Азербайджаном, было, мягко говоря, бредом, особенно если вспомнить мнение другого деятеля армянского происхождения Анастаса Микояна, телеграфировавшего 22 мая 1919 года в Кремль Ильичу текст следующего содержания. Дашнаки, агенты армянского правительства, добиваются присоединения Карабаха к Армении. Но для этого население Карабаха значило бы лишиться источника своей жизни в Баку и связаться с с которой никогда и ни в чем не были связаны. Армянское крестьянство на Пятом съезде решило присоединиться к Азербайджану. Мы не знаем, был ли академик Аганбегян знаком с мнением старого большевика, но сделанное им почти 70 лет спустя в Париже заявление было немедленно подхвачено и опубликовано в газете французских коммунистов «Юманите», распространявшейся в том числе и в Советском Союзе. Именно после этих откровений горе-академика в Азербайджане немного насторожились. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев не прямо, не косвенно не опроверг своего советника. Поэтому мировое армянство, в том числе и руководство Армянской ССР, посчитало, что столь смелые заявления экономического советника самого генсека ЦК КПСС не носят случайного характера, по всей видимости было заранее с ним согласовано. Заявление Аганбегянам мгновенно стало главной темой зарубежных армянских газет и журналов, радиостанции «Айб» в Париже, а также армянских редакций «Радио Свобода», «Голос Америки» и других. Оживились многие организации зарубежной армянской диаспоры. А в ходе визита Читы Горбачевых в США в декабре 1987-го заокеанские армяне преподнесли Раисе Максимовне подарок — картину Айвазовского, после чего та прославилась на весь мир своим ляпом о важности дружбы между советским и армянским народами. Представители широко известной в Америке организации «Армянский всеобщий благотворительный союз» передали Раисе Максимовне бесценные дары для советского фонда культуры. Рукопись на древнеславянском языке, датируемую началом 17 века, и картину Айвазовского. А также бриллиант несметной цены. Однако чуть позже, после того, как в Армении и диаспоре поняли, что азербайджанцы не какие-нибудь терпилы и не собираются расставаться с Карабахом, от мадам Горбачевой потребовали вернуть взятку. Заокеанские армяне начали выходить на улицы американских городов с плакатами «Раиса, верни бриллиант». И их примеру последовали соплеменники в Армении и НКО. Всем на удивление, Раиса Максимовна выбрала для посещения диаспору в США не крупнейших народов Советского Союза, русских, украинцев или других, а самого малочисленного в СССР, армянского народа. И вот какое унижение ждало Горбачевскую чету через несколько месяцев. Увидев, что Горбачев не в состоянии передать на горный Карабах Армении, на главных площадях мятежной области, сепаратисты выставили плакаты «Раиса, верни бриллиант». В итоге официальному Кремлю в центральной прессе пришлось объяснять, что подарки, которые дарятся первым лицам СССР, передаются в специальное хранилище государства. Взятку не вернули, но все равно было уже поздно. Искра разожгла пламя, и в Армении начали выселять из своих домов азербайджанцев, дав советской истории первых беженцев, изгнанных из родных земель на почве этнической ненависти. Далее события приобрели эффект домино. Чья-то невидимая габистская рука направила беженцев в полный нерешенных социальных проблем город Сумгаид, где их уже поджидал преступник-рецидивист Эдуард Григорян вместе со своими подельниками Игорем Агановым, Вазгеном Саркисяном и Кариной Гаспарян, имея на руках список армян, отказывавшихся платить взносы в фонд комитета Крунг. Изгнания азербайджанцев в той или иной степени интенсивности продолжались в течение всего 1988 года, но кульминации они достигли в ноябре-декабре того года, когда в течение двух недель из армянской СССР были изгнаны сотни тысяч азербайджанцев. В отличие от армян Баку, Сумгаиде, Гянджи, Менгачевира и других городов Азербайджана, продавших свои квартиры и спокойно уехавших в основном в России. Азербайджанцы Армении потеряли всё. Даже чемоданы с личными вещами им не позволили взять с собой, а многим пришлось добираться до Азербайджана пешком через снежные перевалы, которые забрали немало жизней. В мировой практике имелась лучшая модель решения подобных проблем. Взять, к примеру, прецедент греко-турецкого обмена населением в 20-е годы прошлого века. Казалось бы, после полной деазербайджанизации некогда этнически азербайджанской территории, искусственно созданной на Кавказе Армянской ССР, которую принято называть западным Азербайджаном, правильным решением было бы, мягко говоря, убедить армян Карабаха, так сказать, добровольно переселиться в оставленные азербайджанцами сёла на территории Армении. Однако это не входило в планы идеологов Великой Армении от моря до моря. Им хотелось и рыбку съесть, очистив территорию Армении от азербайджанцев, и в Карабахе остаться. И не просто остаться, а при первой же возможности изгнать азербайджанцев теперь уже из самой НКО. А если выдастся шанс, то ещё и из прилегающих районов, желательно аж до самой Куры. Видать, не читали эти идеологи сказок Пушкина, особенно о рыбаке и рыбке. Не понимали, что чем большего они хотели, тем выше был шанс оказаться в итоге у разбитого корыта. Судьба, которую, собственно, и преподнесла им 44-дневная война 2020 года. И вот теперь мы имеем ситуацию, при которой армянскому населению Карабахского экономического района не светит уже никакая самая высокая степень автономии. Даже о культурной автономии они могут забыть, так как сама 44-дневная война умножила статус на ноль, отправив его в Гёрбагёр. И максимум, на что могут рассчитывать блудные армяне Карабаха, это шанс дальнейшего проживания на этой земле на правах, не отличающихся от прав других этнических групп, в том числе и титульной азербайджанской нации. Но не за красивые глазки, а в зеркальном формате. Выступая в четверг на внеочередном саммите организации тюркских государств в Анкаре, президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал коллег о том, что наши соотечественники, подвергшиеся этнической чистке в Западном Азербайджане, теперь объединились в общине Западного Азербайджана и поставили перед собой цель мирного возвращения на исторические земли. Согласно концепции возвращения, разработанной общиной Западного Азербайджана для возвращения азербайджанцев насильно депортированных с территории нынешней Армении на родные земли, должно быть достигнуто юридически обязательное международное соглашение с соответствующим механизмом верификации и гарантии. Точно так же, как мы, азербайджанское государство, обеспечим индивидуальные права и безопасность армян, проживающих в Карабахе, Армения также должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев на основе принципа взаимности, сказал глава государства. Вот и все, недорогие наши соседи. Месседж главы азербайджанского государства кристально четок. Отныне никакого дисбаланса не будет. Все должно быть зеркально. Хотите продолжать жить в Карабахе? Создайте аналогичные условия для азербайджанцев в Зангизури, Гейче, Даралаязи, Зангибасари, Веде и других махалах Западного Азербайджана. КПП на КПП, коридор на Калидор, проживание на проживание. Вы озабочены безопасностью армян в Карабахе? Что ж, лучшей гарантией их безопасности станет проживание азербайджанцев на территории вашего государства. Какое отношение будет к азербайджанцам в вашей стране, такое же будет и к армянам в Карабахе. А рыбку есть в одностороннем порядке отныне уже не получится. Костлявой может оказаться и в горле застрять.